Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Далее, то, что здесь содержится в свежем виде во время термической обработки, а витамин С и витамин С в очень чувствительной термической обработке, они просто-напросто, как белок яйца, свотачиваются. 20 июня. День Федота. Назван в честь святого мученика Феодота. Он имел собственную гостиницу и был женат. Достиг высокого духовного совершенства, так как соблюдал чистоту и целомудрие. Воспитал в себе воздержание, покорял плоть духу, регулярно упражняясь в посте и молитвы. Беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, грешников к раскаянию и исправлению. За это Феодот получил от Господа дар исцеления и врачевал больных возложением на них рук. Со дня Федота наши предки начинали купаться в открытых водоемах. А до этого считалось, что водяные и русалки могут утащить человека под воду. Теперь вплоть до дня Ильи, который отмечается в начале августа, можно купаться в реках и озерах. В народе говорили, что сам Феодот сидит с серпом около водоема и увидел русалку отрезаетые волосы. Оказывается, именно в волосах находится сила русалки. С отрезанными волосами она не сможет околдовывать человека. Приметы. Святой Феодот тепло и золотую рожь ведет. Гром гремит сегодня, ненасти и плохая погода продлится несколько дней. Характер погоды этого дня определял урожай ржи. Теплый и ясный день к хорошему наливу ржи, крупному зерну, хорошему рожаю. Дождливый день к тощему жерну и слабому рожаю. Зелень, зелень, зелень и так далее, он предупреждает некоторые формы онкалорий. Уменьшает количество холестерина, которое у нас проявляется. Предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, образование тромбов и аллергии. Когда это все нормально, у нас все это переваривается и сгорает. Как только это в виде вот этих вот веществ поступает в организм и болтается по крови, потом выводится с почками, как я сказала, в виде желтого какого-то образования, что оно делает? Оно вызывает аллергию. Это вы просинтетические эти витамины? Да, они могут образовать аллергию. Съел полпачки, пожалуйста, покрыться какой-то крапивицей. А ты съел килограмм яблок и ничего. И ничего, понимаете? Ничего плохого. Слушайте, я хочу добавить такую женскую нотку. Смотрите, конечно же, в разных аптеках разные цены. Ну, допустим, там 200 рублей какой-то витамин. Ребята, килограмм клюквы. Ну, у всех по-разному. Ну, вот у меня на рынке стоит 140 рублей. Килограмм. Вопрос только, как у нее есть? Я уверена, что многие ее любят и верят, и знают про ее пользу. В морсе могут. Ну, морс тоже, во-первых, термообработка, о которой мы говорили. Во-вторых, там такая сладость, она, конечно, вот лично у меня, да? Вот я сладкое, редко ею. Ну, вот сегодня выпил молочный коктейль сладкий, в магазине. У меня прям пленка в горле стоит. То есть вот этот сахар, как-то прям, он прям мешает мне. Сахар с суши, в сожалению. Да, вот. Вопрос, как сделать эту клюкву вкусной? Ну, вот правда. Как ее сделать вкусной? И вот для этого... А я пока ваш ялочка съела. И для этого как раз и существует наша целебная кулинария. Для того, чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него... Вкусное блюдо. Вкусное и полезное блюдо, которое будет укреплять наши сосуды. Итак, мы с вами примерно взяли грамм 100-150. Сказать 200, может. Может, даже 200, да. Клюкву. Клюкву. Сразу витамин В, витамин С, который будет укреплять наши сосудики. Десны сделать хорошую. Теперь мы берем... Всю? Зелень? Да, теперь мы берем зелень. Так, тут осторожненько. То есть, это тут какая-то леска имеется. Леска имеется. Опа, есть. Сидим мы сразу вот столько зелени. Я? Сразу? Да. Но я буду целый вечер сроку не подтягивать. Да, да, да. А вот в нашей целебной кулинарии мы это все сидим. Слушайте, вот те, кто смотрит нас сейчас в первый раз, они, наверное, в шоке. Шоке? Что это когда они закладывают в блендер? Зелень. Зелень. Причем какую зелень? Петрушку, укроп. Они, говорят, еще кинь сюда положили. То есть, то, что едят с огурцами, помидорами. Да, да, да. И смотри, мы даже можем с тобой добавить корочку. Лимончику? Цедру? Да. Она мутая? Она мутая. А не будет ли кислой? И клюквы это кислые, и лимоны это кислые? А мы сюда добавим еще меда для того, чтобы у нас это все не было кислым. Это чесненько. Давай. Это мы сюда. Да, можно, можно все? Тогда помынь, пожалуйста. Давай. Готовим. Ну, дайте я тем, кто вот впервые сегодня на нас смотрит, скажу. Вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смузи. Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для иммунитета, вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере мало. Должна быть основа. Основа. И это основа кисломолочный жидкий напиток. Но я вот каждый раз, когда покажу тебе, я отвечаю, давайте на пляженьки. Вот такая вкусня. Давайте ляжем. Но можно и на кефире. Можно на кефир. На любом кисломолочном продукте. А зачем мы добавляем творог? Вот я не могу понять. Творог. А творог мы можем и не добавить в этот раз. Так что? Да, мы можем его идти абсолютно без творога. Творог, конечно, мы можем добавить для того, чтобы у нас еще это было более сытное, более, так сказать, полезное. Чтобы у нас лучше волосы росли, ногти росли. Добавим. Очень-очень. Хорошо, потому что здесь как раз полноценные белки содержатся, легко усваиваемые. И зеленью они будут усваиваться великолепно. Кстати, мы можем сюда... Не много ли вот этого лимончика? Я прям смотрю. Лимончика? У меня сводят руки так же, как скулы. Хорошо, хорошо, хорошо. Но я думаю, что ваше тело уже показывает невозможно. А сейчас мы посмотрим как раз, как это можно или нет. Так, и мы сюда можем еще добавить... У нас витамины группы В содержатся в проросшем зерне. Мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна, который обогатит нашу смесь, делает ее более целебной. Итак, добавляем. Это вообще потрясающая штука. Это самое проросшее зерно. Геннадий Петрович проращивает это зерно. Сколько лет, пока Геннадий Петрович в холодильник пошел за зерном? Я вспомню. Сколько лет проращивать? Уже лет это... Десять. Десять. Я хотела сказать десять. Вкуснотища. Надо новую порцию, наверное, сделать, да? Сделаем. Едаков там много в целебной генерии. Семнадцатой лунной сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с жертвкой энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцеваемых движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok